Здесь вот идет улица Советская, дом 9, 8, 10. Это уже в мешке. Вытаскиваем, также пишем, вот так, штук по 10, наверное, складываем их. Пишем, какая буква там, например, И. Сотрудники взрослой Видновской поликлиники инструктируют волонтеров. В этих мешках амбулаторные карты, хранящиеся в архиве. Во время реконструкции лечебного учреждения бумаги перевезли в ВРКБ. Теперь их вновь необходимо систематизировать и разложить по полкам. Мы обратились за помощью в местное отделение партии «Единая Россия», которое нам оказывает всегда поддержку и помощь. Как и в этот раз, они нам помогут в раскладке данной медицинской документации в нашем картохранилище. На призыв о помощи отозвались представители партии «Единая Россия», участники движения «Видный волонтер» и добровольные помощники из Управления по делам молодежи, культуре и спорту, администрации округа. И работа закипела. Буква «Д». Да, спасибо. Так, какая нужна? «Х». «Е» у меня. «Е». «Т» или «С». «С» есть. Всего волонтерам необходимо обработать довольно внушительный объем. В мешках находится более 20 тысяч амбулаторных карт. Но участники смотрят на это обстоятельство с оптимизмом. Процесс будет доведен до логического завершения. Мы обязательно поможем поликлинике разложить всю картотеку по фамилиям для удобства пользования архивом. Картотеку разместили в подвале взрослой видновской поликлиники. Подобная работа для волонтеров не в новинку. Во время пандемии, когда количество обращений в медицинские учреждения резко взросло, они пришли на помощь врачам и помогали вносить в электронные базы данные пациентов. Несколько лет назад лечебные учреждения перешли на электронные документы оборот. Они подключены к системе ЕМИАС. Тем не менее, медицинский архив на бумажных носителях – важная часть работы поликлиник и амбулаторий. Часть документов до 2014 года, до введения в систему ЕМИАС, была на бумажных носителях. Соответственно, мы еще определенное количество времени будем хранить эту документацию. В архив часто поступают запросы из судов, медико-социальные экспертизы, МВД и Министерство обороны. По закону храниться документы должны 75 лет. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. ВИННОЕ ТВ